Вот уже не один год Эркин вместе с семьей живет в Бишкеке. В столицу молодой человек приехал из небольшого города в Баткенской области. Он, что называется, один из представителей внутренних мигрантов. У Эркина есть постоянная работа, его дети ходят в столичный детский сад, в случае необходимости медицинские услуги семья получает в районной поликлинике или обращается в частную. А вот столичной прописки у Эркина нет. Это значит, что принять участие в голосовании в день выборов президента страны 10 января Эркин не сможет. Это и финансовые затраты, плюс время по работе у меня будет, ну и трудности, да. Из-за этого, я думаю, скорее всего, мне придется не идти на выборы. И таких, как Эркин в столице и близ нее не одна сотня тысяч. Кто приехал на заработки и периодически возвращается на малую родину, а кто окончательно обосновался в городе, но так и не сменил адрес официального места жительства в силу отсутствия собственного жилья. Теперь же таким внутренним мигрантам, которые и так с трудом устраивают свою жизнь в условиях города, едва сводят концы с концами, проживают на съемных квартирах или же в глиняных, собственноручно построенных домах в новостройках на окраинах Бишкека, теперь нужно будет отдать последние деньги на проезд через всю страну, чтобы реализовать свое главное право как гражданина. А ведь выборы, как подразумевается, единственный шанс людей изменить жизнь государства и свою к лучшему путем поддержки достойных, на их взгляд, кандидатов. Однако во избежание нарушений, таких как массовая регистрация граждан на конкретных участках с подвозом их в день голосования, в закон о проведении выборов и референдумов были внесены поправки, в их числе и упразднение формы 2. Ранее благодаря ей гражданам было позволено менять свой избирательный статус. Свои адреса как избиратели могут изменить в соответствии с заявлением об обратившихся участковым избирательным комиссиям. Это члены избирательных комиссий, наблюдатели кандидатов, сотрудники правоохранительных органов, которые отвечают за правопорядком. И согласно списку медицинских учреждений и войскового участка командиров. Исключение сделали лишь для мигрантов, находящихся в день голосования за рубежом. Для них в каждом депредставительстве страны на территории других государств, как и прежде, откроют избирательные участки. Однако и там, для того, чтобы сделать свой выбор, гражданам Кыргызстана предстоит заранее встать на консульский учет. Между тем, несколько дней назад на конституционном совещании один из его членов в ходе заседания секции прав, свобод и обязанностей человека и гражданина Мурат Назарматов предложил обязать кыргызстанцев ходить на выборы, а в случае неучастия в голосовании наказывать и привлекать к правовой ответственности. Пенсионеров, по его словам, за неоднократное неисполнение гражданского долга нужно лишать пенсий, а всех остальных сажать в тюрьму. Предложение Назарматова остальные представители совещания, отмечу, единогласно отклонили, заявив о том, что голосовать или не голосовать – это личное, неотъемлемое право каждого гражданина. Если смотреть уже всеобщую декларацию прав человека, международные стандарты, даже нашу действующую конституцию, то голосовать и быть избранным – это право, это не обязательство, никак это не может быть обязательством. Поэтому такое предложение, оно уже чисто с юридической точки зрения неправильное, то есть оно даже нелогичное и никак оно не может быть реализовано. Но с другой стороны, у нас в Кыргызстане разве проблема с тем, чтобы люди голосовали? По сравнению с другими странами, у нас намного выше процент участвующих. А значит проблема в другом – дайте им право проголосовать. На прошлых парламентских выборах в список избирателей были внесены более 3,5 миллионов кыргызстанцев, причем правом проголосовать по месту фактического проживания, а не по прописке, воспользовались почти 500 тысяч человек. Эксперты тогда расценили это явление как явное нарушение выборного процесса. По предварительным данным, вследствие упразднения формы 2, около 200 тысяч соотечественников, находящихся сегодня во внутренней миграции, реализовать свое право избирать и быть избранными на предстоящих выборах не смогут. Если только в день голосования намеренно не отправятся обратно в тот регион, где зарегистрированы, и не придут на тот избирательный участок, к которому приписаны.